Граница Зимбабве оказалась самой настоящей африканской границей. Поснимать не получилось, потому что уже было темно для GoPro, а с большой камерой слишком палевно. Никто не любит, когда их снимают, тем более, если при исполнении заселился. Вот такой отельчик, гестхаус стоит 40 баксов. Внешне выглядит не страшно. Обычные распадушки, вот такие вот, на четыре человека. Вот здесь у нас душ, туалет, раковина. Он сказал, что здесь у него генератор, через полчаса у него выключить. Время 8.30. По дороге очень много слоновых какашек, очень много ходит коров и ослов прям по дороге. Ехать тяжело. Вот я проехал, наверное, от Границки на Троф 100, ехал часа полтора. Искал любое место, где можно остановиться. Это первое место, где можно остановиться. Было. Сейчас уже завтра утром покажу, что такое Зимбабве и сам посмотрю. Но мне кажется, я уже начал примерно понимать, что из себя представляет Зимбабве. Да уж, лучшие традиции Африки. Отель. Значит, что это было? Нет электричества. Дизель-генератор поработал полчасика. У меня сгорела зарядка для GoPro. Там, видимо, какой-то скачок был. И электричество вырубили. Нет горячей воды. Ну, это нормально, в принципе. Только родниковая. Очень бодрит с утра. Вот посмотрите, какая природа. Прямо в саванне проснулся. А, еще мыши. Мыши не просто бегали, они носились, топали, грызлись между собой, пищали. Что-то, короче, у них какая-то война была в моем номере. У меня, видимо, линия фронта проходила мышиной войны. Вот, полночи я просыпался от того, что кто-то где-то там упал, кто-то укусил, запищал, еще что-то. Ну, короче, это веселуха. Зашел в аптеку. По пути моего исследования везде хотел купить Куартем. Это лекарство от малярии. Во всей Южной Африке оно продается по рецептам. У меня был, я покупал в Гане два курса и использовали их там. Чувак заболел малярией у нас. Сейчас я купил еще два курса. Стоит здесь гораздо дешевле, потому что в странах, где есть малярия, Всемирная Организация Здравоохранения субсидирует это лекарство. То есть оно здесь стоит дешевле. Курс стоит 14 долларов здесь. Соответственно, сейчас я купил два курса на всякий случай и два теста на малярию тоже на всякий случай. Вот так. Покупаю такие рефлекторы. Это красный и еще куплю белый. За то, что у меня их нет, на машине меня уже штрафовали на 10 боксов. Так что покупаю. Все залепил. Теперь вот такие у меня дефлекторы есть. Спереди белые, сзади красные. Это все из России? Да, из России. Из России? Да. Рено, я из холодного холода. Где тогда Путин? Да. Путин – президент, да. Да. А вот. Почему вы не звали его веки? Да, потому что я alleine. Лично? Да. Где вы выехали? Что? Где вы выехали? В Москве, Европе, Сенегаз, Мали, Ниджерия, Ангола, Капа, Озамбик и здесь. Ты даже в Среднадцатый Африк? Да. А потом ты даже в Африке? Ты даже в Африке? Ты даже в Среднадцатый Африке, ты даже в Африке. Ты из России? Да. Смотрите, здесь я вижу. Так что вы должны дать мне номер, мы должны звонить на фейсбуке. Хорошо. Да. Привет! Как дела? Хорошо, как дела? Это мой брюк с этим человеком. Три месяца. Пришла сюда. Пришла? 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 Нет, при машине. Пришла? 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 А теперь я вернусь. Ты взлетаешь? Ты взлетаешь? Да. Ты взлетаешь? Да. Зимбабве, ты хочешь? Скажи привет, мои друзья. Привет, друзья! Привет! Это Зимбабве. Все пришли в Зимбабве. Да, все пришли в Зимбабве и楽лище. И видишь, как вы видите, как вы видите. И вы видите Роба-де-Макабе, как вы видите. Да, это хорошо, мои друзья. Мы счастливы, если вы здесь. Мы счастливы. Мы счастливы. В следующем году, когда мы приехали, мы хотим спать в мою машину. Я хочу вспомнить. Хорошо, Зимбабве. Хорошо. Хорошо. Маленький. Ну, как маленький. Вторая столица Зимбабве. Город Луабо. Итак, друзья, что мы знаем про Зимбабве? Зимбабве. До 80-го года была колонией Великобритании. В 80-м обрела независимость. Относительно спокойно. Были проблемы, но все не так сложно, как в некоторых африканских странах прошло. До обретения независимости Зимбабве была одной из самых развитых стран Африки. Наряду с Южной Африкой. Наряду с Намибией. Наряду с другими цивилизованными странами. После независимости страна начала свое славное путешествие на дно. У страны были очень сильные связи с Великобританией. Сельское хозяйство развито было очень сильно. Страна поставляла огромное количество, экспортировала огромное количество сельскохозяйственных культур в Великобританию. До начала 2000-х годов все было прекрасно. Потом Великобритания начала урезать помощь Зимбабве, которую она оказывала молодой демократии. На что тогдашний руководитель, тогдашний президент сказал, раз вы так, тогда мы назло вам не только отморозим себе уши, прострелим ногу, но еще и отрубим пальцы. И выгнали всех белых. Всех белых, которые занимались бизнесом, у которых были плантации различные, фабрики, мануфактуры, всех выгнали. И сказали, что мы сами будем, мы сами все умеем делать, нам не нужны белые бизнесмены в стране. И с тех пор началось резкое пикирование экономики на дно, потому что местные работать не хотели, не умели, не могли, а белых уже не было. И весь практически экспорт свелся к нулю, потому что Великобритания ввела санкции. Она сказала, раз вы выгнали всех наших бизнесменов, мы не будем покупать вашу продукцию. И после этого Зимбабве стала одной из самых известных стран Африки и мира благодаря экономическому спаду, который случился здесь. Но не просто экономическому спаду, а инфляции, которая здесь была. В 2009 году Зимбабве отказалась от производства собственной валюты и перешла на доллары, приравняв зимбабвийский доллар к американскому 1 к 1. И теперь здесь в ходу официальная валюта как зимбабвийские доллары, так и американские. Можно расплачивать свободно курс 1 к 1. А в последний год, это случилось в 2009 году, в 2008 году инфляция составила 321 миллион процентов. Деньги обесценились буквально в секунду. И как раз эти деньги, вот эти знаменитые, видели, наверное, в интернете миллиарды, миллионы зимбабвийских долларов одной банкнотой. Я их хочу найти здесь. Сейчас будем пробовать. Какая была? У вас триллиона долларов jotки с古atos? Посwind Нашел чувака, который продаст мне деньги старые. Договорился о цене. Сейчас мы едем к нему домой забирать их и соответственно главная цель будет выполнена. Пришли домой к Дэвиду. Сейчас он покажет, как он живет. У тебя два машина? Да, два машина. Эта машина была закрыта. Это машина. Это Toyota? Это Ford. Здравствуйте. 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 Это моя жена, Грета. Здравствуйте. 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 Вы можете прийти и сидеть. Хорошо, спасибо. Сидим, выбираем деньги. Я объясню, что происходит. Хорошо. Сидим, выбираем деньги. Вот, видите, все, что произошло. 2008 год. Вот, 2008 год. Все началось в 50 тысяч долларов. И все выросло до 2008, так же. В 2008 год. В 50 миллионов долларов. Вот. Так. Миллионов. А, нет. Вот, смотрите. 2008 год. 20 миллиардов долларов. То есть инфляция была за один год. Представляете, сколько они выпустили денег. Вот мы сейчас сидим, выбираем. Самые большие номиналы. Купюра. Ну что, я хочу приступить к, возможно, самому увлекательному событию в вашей жизни. Розыгрышу. 615 миллионов долларов. Сейчас у меня в руках находится 50 миллионов долларов. Условия розыгрыша очень простые. 10 человек, которые репостнут это видео случайным образом, получат в общей сумме 615 миллионов долларов. Давайте покажу вам. Смотрите, у меня есть 5 банкнот по 1 миллиону долларов. Одна банкнота 10 миллионов долларов. Две банкноты 50 миллионов долларов. И одна банкнота 500 миллионов долларов. Все банкноты в хорошем состоянии. 10 человек, которые сделают репост, случайным образом получат эти деньги. Я пришлю вам их по почте. Запакую аккуратно, чтобы они до вас дошли. В любую точку мира. А тому, кто напишет самый веселый и самый интересный комментарий, я отошлю 500 тысяч долларов. В комментарии к этому видео на YouTube отправьте ссылку, куда вы репостнули это видео. Репостить можно в другие соцсети. Просто киньте ссылку, куда сделали репост. Вконтакте, Facebook, Одноклассники. Куда вам больше нравится. И смотрите, чтобы личка была открыта, чтобы я мог вам написать и узнать адрес, куда отправлять деньги. Знаете, что я вам скажу? Самое классное здесь – это люди. Люди – это не просто как в некоторых странах Африки бездельники и попрошайки. Они реально работают. Посмотрите, какая красота за мной. Это просто какой-то отельчик я заехал. И тут таких много. Знаете, вот вы едете просто по дороге. Тут нету отелей, нету ресторанов, нету сильно развитой инфраструктуры для туристов. Но вот ты едешь, ты понимаешь, что страна аккуратная, прибранная. Менты, мне сегодня штраф выписали. Никаких взяток не берут. Выписывают все прямо с чеком. Все объясняют, стоят на своем. То есть очень вежливые. Нет никакой вообще агрессии. Совершенно спокойная страна. Очень доброжелательная, очень мирная, миролюбивая. Классно здесь. Не верьте всему, что слышите от Зимбабве. Зимбабве – чудесная страна. Решил поехать на руины Хами. Это руины бывшего королевства Зимбабве, в честь которого была названа страна, когда она обрела независимость. То есть до этого это была, называлась Южная Родезия, если я не ошибаюсь, когда это была колония Англии. Потом она обрела независимость и стала называться Зимбабве, в честь древнего королевства, останки которого были найдены на территории этой страны. Сейчас приедем посмотрим, что за руины. Про это место нигде не читал. Увидел его случайно просто фотки в инстаграме, недалеко от моего городка, где я сейчас нахожусь, в Ломае. Ну и решил заехать посмотреть, что это такое вообще. Так что иногда инстаграм тоже полезно в плане нахождения интересных достопримечательностей. Древние зимбабвийцы жили на берегу реки, запрудили ее, построили дамбу каменную, построили этот город. Между 14 и 15 веком поселение было основано. Соответственно, жили они собирательством и земледелием, ну и скотоводством. Вот так это сохранилось до наших пор. Крыши были разрушены, ну уже разрушены со временем, их не восстанавливают. Ну соответственно, чтобы было более аутентично, а может просто они не хотят восстанавливать, потому что денег нет, я не знаю. Вот так вот на вершине скалы, на вершине горы в своем доме сидел король. Смотрел на округу, отдавал приказы челяди, говорил там, привези меня 10 рабынь новых или подай корову, сходи. Я хочу мороженое. Ну это что-нибудь из этой серии. Пять сотен лет назад. Ну это конечно не Лувр, но для Африки это очень круто, потому что это во-первых нашли, во-вторых это сохранили. Все-таки 500 лет в Африке это очень много для Африки, это прям нереально много. Если вы помните древний город Джене и Бандиагарская Нагория в Мали, если вы смотрели предыдущие серии, то этим сооружениям около 100 лет. И это считается очень не исторические древние сооружения, а здесь 500 лет. Это прям... Субтитры создавал DimaTorzok